Наверняка уже знаете, что некоторые мои старые видеоролики 20-го и 21-го годов были заблокированы ютубом, конкретно из-за музыки с аторскими правами. Были заблокированы ролики начиная от 19-го, заканчивая 30-м выпуском. И на них обычно идет жалоба из-за одного исполнителя и стоит пометка «Заблокировано в некоторых странах». Однако, если разобраться в этой ситуации, становится понятно, что эта пометка нормально не работает. Просмотр этих роликов ограничен только для жителей России и не более. Будучи на работе, я этого и не замечал. Да и несмотря на то, что я нахожусь в Луганском регионе, у меня до сих пор определяется украинский айпишник, как и украинский ютуб. Там таких проблем и близко не было, все ролики были доступны. Но включив VPN, все стало понятно. Об этой проблеме я уже писал в сообществе два раза и теперь дошла очередь до видео. Тут я просто объясню, почему так происходит. Как гласит одна из версий, на российском ютубе из-за отсутствия монетизации начиная с 2022 года и прекращения показа рекламы на видеороликах, музыкальные лейблы перестали получать деньги с просмотров. Соответственно, им бессмысленно держать видеоролики с музыкой с атерскими правами. Поэтому ютуб начинает их блокировать. Конкретно на российском ютубе и только для россиян. И происходит это не только у меня. Происходит и у других таких же людей, которые вставляли музыку с атерскими правами. И получается, что нам теперь с ютубом не по зубам. Видоизменять их в редакторе ютуба бесполезно. Как бы не пытался я их изменять, все равно они остаются в блокировке. К тому же из-за этого портится материал. Где-то удалена звуковая дорожка, где-то уменьшен хронометраж, уже дальше некуда. Изменить их полностью и кардинально невозможно. А оригинальные материалы и проекты с Вегаса были уже давным-давно удалены из-за ненадобности. В следствии чего не остается никаких вариантов, кроме как перезалить все эти ролики на дзен. В случае блокировки какого-либо видео или канала в целом, все будет перезалито туда. Для связи, для общения со мной есть почта, дискорд. Хотите, добавляйтесь, я не против. Всем до свидания. Субтитры подогнал «Симон»